Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, ежедневные награды я забираю за Лигу Мастеров Так, а теперь интересно, куда меня сбросили Давай посмотрим Так, Лига Сёгунов, пока еще одна звезда держится, ранг 81 Слушай-ка, ну да самураев нас не сбросили, поэтому давай-ка мы сразу с тобой и приступим С ареночки начнем, уже потом выполним задания и тому подобное Так, обновим Я так понимаю, мне не хотят давать, да? 15-20 или... Ага, есть такое дело Все, друзья мои Мы в куражах Так, берем, значит, армагон Хотя, подожди, зачем нам армагон? Я смотрю, здесь все уровни-то 52-54, поэтому мы сделаем немножечко попроще Мы с тобой возьмем, например, сюда паукуса, даже можно сделать паукуса плюс нейтрализатора и ко всему прочему Так, вот эти вот, наверное, не подтянут Боюсь, что их растопчет, поэтому возьмем с тобой, ну, вот эту, предположим, троечку игроков Давай посмотрим, что у нас из этого вообще получится Ну, естественно, топчики у меня сейчас будут в первую очередь ходить Это паукуса нейтрализатор Надеюсь, они все сделают как надо Так, понижение меткости Опа, а майки делают очищение, прикинь Ну, нейтрализатор вся надежда на тебя Блин, а тут сплинтер сделал баф на крит Так Ходит у нас крэнк Естественно, с массовой атаки Слабо Так, теперь Донателло Не добили, да что ж такое-то Так, пауку сдержит Ну, давай нейтрализатор Не зря я тебя прокачивал, да? Да, не зря И остается у нас Бибов Мы его быстренько хвостом чипом, и все Нормуль, друзья Все пока хорошо Никто у нас не погиб, и мы с тобой продвигаемся дальше Естественно, сегодня попробуем добиться того, чтобы нам перейти в Лигу Мастеров Это, конечно, очень большая ставка Планочка, такую я сделал для себя Но хочу попытаться Так, кстати, у нас с тобой 85 монет Давай-ка мы быстренько с тобой пробежимся в магазин Пробежимся в магазин И возьмем еще 3 ДНК, как хотели на Микеланджело Космос Так, ну что, еще 6 ДНК, и все, ребята И майки у нас прокачаются И это будет классно Вообще, на самом деле, за монеты Те персонажи, которые у нас покупаются, да? Останется очень мало То есть, нам надо будет с тобой шредера вот этого классику Открыть И остается только лишь шинегами И все Больше нам монеты не понадобится Единственное, на что их тратить Это, наверное, только на осколки Но осколки нам особо сильно не нужны Если бы здесь были бы платиновые осколки Тогда да Базара нет Тогда они будут у нас скопиться И все Ну, а жетоны у нас пока будут, ребята, в цене Потому что очень много персонажей здесь нужно Как говорится, прокачивать Так, давай-ка мы с тобой, наверное, пак откроем вот этот Пока есть время И нам выпадает Саблезуб Отлично Так, заберем здесь награду Ну что, поехали дальше на арену Нечего, как говорится, тут рассусоривать 15 19 Нет, давай уже 15-20 Вот Ну что, я опять же, наверное, не буду брать пока топовых наших персонажей Возьмем полуимбу Это, например, возьмем карачку И с карайкой пойдет Змея-карай Вот такой тандемчик у них выйдет И против них пойдет Лео-космос Давай, наверное, Рафаэля возьмем ролевого Потому что у него есть массовая атака И возьму Наших маленьких маузеров Отлично И я думаю, что эта команда, в принципе, за себя сможет постоять Причем специально взял таких персонажей У которых очень много массовых атак То есть мы должны, в принципе, ими Только и орудовать Единственное, что напрягает меня здесь морозильная кошка Если мы ее сейчас не уберем А мы ее вряд ли уберем Так, она, скорее всего, сейчас захиляет всех обратно Что очень-очень будет плохо Ну-ка, если мы сделаем Крик души Отлично Ты посмотри, что она вытворяет, а, змея-карай Просто своим криком всех вырубила Что дает нам с тобой, естественно, безговорочную победу И продвижение дальнейшее Так, давай смотреть У нас была 49-я позиция Становится 19-я То есть еще один поединок И мы с тобой переберемся в Лигу Сегунов Две звезды Еще раз, друзья мои, повторяю Второй день после отката Идет тоже бустовым Но бустовым он идет только тогда Когда у тебя первый день прошел отлично То есть ты первый день пробустился На второй день ты продолжаешь И если же ты на второй день Начинаешь с ноля Без буста У тебя будет Очень-очень медленная прокачка Например, сегодня Если бы я начинал с первого дня Да, бустить Вот сегодня вот вторник Но я только зашел в игру И начал бустить Я бы дошел максимум до Лиги Самураев Это в лучшем случае Все А сейчас есть возможность Перейти нам в Лигу Мастеров То есть чувствуешь, да, разницу И чувствуешь, что каждый день Мы будем получать награды с тобой Это и доллары, извини меня И монеты Так, ну что, ладно Давай-ка с тобой быстренько Продвигаться дальше А то мы все с тобой Теории до теории Пора переходить к практике Я беру здесь Джастина И возьму, наверное, Шреддера Так, в придачу я сюда возьму Наверное, вот этих ребят Я думаю, что они выстоят 53-й уровень, конечно Не так, чтобы Хорошо противостоял 56-му Но, тем не менее И здесь есть Хан Что меня не очень радует Поэтому давай попробуем Сделать массовые атаки Шреддер, не подведи Ага, Хана вырубили Это уже плюс Но здесь Майки вступает в бой Как видишь, он начинает бафать Всех на атаку Мы бросаем бомбочку Именно Майки Да, я не увидел Чтобы там он сильно бомбанул Так, Джастин А вот Джастин великолепен был Да, он 80-го уровня Ребята, справился В принципе, на изи Но ему справляться особо не пришлось Он просто добил Ну что же, а мы с тобой двигаемся И... да Сегуны 2 звезды Позиция у нас с тобой 91-я Шикарно Так, продолжаем бустовать 15-20 Отлично А может быть дадут все-таки Хотя вряд ли Мне кажется, не дадут 16 Или сколько там 15-21 Скорее всего, 16-21 должно быть Но нет Слишком маленький шанс И... Ладно, поехали тогда Ну, здесь можно взять Ваньку Я думаю, что здесь даже можно взять Только одного Ваньку И все Хотя... Хотя, подожди, Ваня, Ваня Давай-ка на всякий случай Возьму нейтрализаторы Ой Пульверизаторы Для того, чтобы Ну, вдруг что-то пойдет не так И он мог бы прикрыть своим телом Наших ребят А мы сейчас посмотрим Справится ли он с этой поставленной задачей Почти Почти Поэтому давай вот этого охлама Нам с тобой Шваркнем И Донателло Как бы лучше сделать Ну, давай одиночную атаку Молодец, Майки Красавчик Справился Ну что Двигаемся тогда с тобой дальше И смотрим, какую позицию На этот раз мы займем Так, была 91-я Становится 69-я Слушай, хорошо идем Очень хорошо идем У меня даже никаких претензий нету И тем более Нам дают с тобой 16-21 Это вообще замечательно Даже не надо было ролить Так, ну вот здесь я возьму, наверное Железноголового И Так, секундочку Если я беру одного железноголового Он вряд ли один справится Возьмем еще с тобой Шархана Или тигриного когтя И к нему поставим Наверное, вот этих ребят Провокатор только один У нас с тобой, да И это именно Железноголовый Но я, естественно, не буду Ставить его в провокацию Будем сразу, наверное, бомбить Ракетами Ага Вот тебе результат Видишь, Шархан 70 уровня На 60-ников Особенно сильно здесь Не повлиял Да, так же, как и Бибук Ну, теперь смотрим, что делает у нас Железноголовый В принципе, неплохо Но то, что Рафель делает отхил Это, конечно, проблема У кого тут пониженная Даже не знаю Ну, давай попробуем этого, наверное, рубануть Удар-то, в принципе, неплохой Но не дотянули Так, массовые атаки пошли, да? Ну, да, массовые атаки Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно Нам придется, наверное, с тобой взять Все-таки Провокацию на Рокстеди Плюс Так, Рафаэль, сможем, интересно, забомбить? Ну, постепенка повесилась Это уже хорошо Плюс вот здесь вот С пониженной, конечно Меткостью А что, если я из огнемета? Так, нормуль Этот упал И остается Леонардо Ой, Донателло Ё-моё Так, хорошо, что он не смог пробить Бросаем с тобой Биту Есть Да, друзья мои Вот здесь был, конечно, офигенный риск Ты видел, сколько жизни оставалось у нашего бивопчика На него было бы плюнуть И он рассыпался бы Так что надо впредь быть аккуратным Ну что же Какая позиция у нас на этот Момент? Сорок седьмая Сорок седьмая Грубо говоря, два поединка И мы с тобой уже в лиге Сегунов Три звезды Шикарно Так, ну что, берем вот эту команду Шестнадцать двадцать один И Теперь Ну, возьму Зека Так, чтобы И, наверное, Донателло Зек и Донателло Вот они вдвоем будут Как бы самыми сильными Да, и возьмем в придачу вот этих Пятьдесят шестой Пятьдесят пятый уровень Ну, естественно, их надо будет защищать Только кем, не знаю пока Бросаем бомбочку для начала Тут еще видишь Шестнемуазеры Что не очень меня радует Так, вот теперь думай Либо Майки Давай, наверное, просто сделаю танец Я хотел массово так вот сделать Но посмотрел Ага, вот у нас и провокация Берем Так, отлично Ну что, Донни Сможешь вырубить? Красавелла ты мой Вырубил, друзья мои Он вырубил почти половину команды Так, ну урок, кстати Отлично Слушайте, друзья Я немножко другой расклад Думал, будет похуже А у нас получилось, наоборот, получше И это круто То есть, сработали как часики, да? Ну, смотрим Наверное, будет двадцатая или Ага, двадцать вторая Отлично Двадцать вторая позиция Ну что же Давайте мне шестнадцать и двадцать один Не надо тут выпендриваться Единственная проблема в том, что у нас с тобой заканчиваются бойцы Если я возьму Рокзара Плюс Криса Брэдфорда Ага, вот здесь еще один массовик И с ними пойдет у меня, наверное Муха плюс Рафаэль Рафаэль оригинал Поехали Так, ну что же нам тут сделать? Ну, во-первых, наверное, все-таки возьму провокацию На всякий случай На Рокзара Плюс Сделаем с тобой баф Отлично Так, просто ударим А здесь можно сделать массовую атаку На понижение атаки у врага Шикарно Плюс еще и Крис Брэдфорд упал у них Рокзар, естественно, неугомонный Так, этот делает отхил Ну, а мы с тобой просто будем бомбить Воу Нифига себе просто Он просто его ушатал Вот и все Красавчик, Раф Не ожидал от тебя такого Ну что, шлепнем, я надеюсь, да? Нет Не шлепнули Тогда пробивным Так, Рокзарди отдыхает Хиляться нам нужно? Нет, не нужно Но я все равно сделаю отхил Потому что У Мухи все равно удары очень слабые Так, нам нужно с тобой Макмана как-то ушатать Ну-ка Блин, я говорю Макмана И бьем Бивопа Ну что ты, Рокзар Ну, е-мое Ты даже не смог завалить этого несчастного Бивопчика Что с тобой не так, а? Ну что, меткость понизили А добить? А добить никак Нет, Рокзар все-таки по атаке, ребята Вообще не особо хорош У него единственный Удар мощный Это когда он выпускает свои когти Там есть возможность повесить постепенно урон А в остальном, я смотрю, он ватник Удары вообще ни о чем Так, ну что Перейдем Нет, не переходим Чуть-чуть не хватило Ладно Хорошо Перебьемся Так, ищем с тобой 16.21 И нам пока что-то не дают Вот, есть такое дело Ну что Настала пора, друзья мои Выходить Тяжелой артиллерии А если выходит у нас тяжелая артиллерия То вместе с ними выходят и маленькие Бойцы Которые будут сзади там Да? На прикрытии Ну что, Армагуша Давай, родной Покажи свою ярость Вот Ух Тихо, тихо, тихо Твою налево Кого-то потеряем, да? Армагон Ты что сделал, а? Я тебя спрашиваю Ты почему не набил? Кстати Я уже не раз, ребята, говорил Что именно Рокстеди Почему-то Выдерживает удары Армагона Тем самым Мы потеряли Своего бойца И тем самым Мы получили немножко Меньше престижа И соответственно Поднялись Не на всю катушку Как должны были бы Ну вот Так вот он сделал, ребят Навредил чуть-чуть Ну я тоже молодец, конечно Не встал брать подстраховку Хотя на самом деле Я думал Виноват Армагоша здесь не будет Я думал, что он Сделает все как обычно 61 уровень Ну сам подумай Обычно он этих Сосунков Просто по щелчку пальца Сносит Но не в этот раз Ладно Но я тебе скажу Что скидку Я Армагон Могу сделать То есть я могу Простить ему Вот эту вот Оплошность Если бы это был Кто-нибудь другой Я бы не смог Вряд ли бы И скорее всего Я бы очень был бы Разочарован В Армагоне Если брать коэффициент Его побед И поражений То есть Извини меня Он далеко-далеко Зашкаливает Именно в плане побед Поражение Это так редко бывает Я не знаю С чем связано Может быть с тем Что он плохо сегодня поспал Понимаешь Или не покушал Или не такой Слишком злой был Тут много факторов Так Ну что Давай возьмем Наверное С тобой еще вот так Для подстраховки Бакстера Эх Боюсь конечно Братья вот этих всех Но Придется Если мы берем С тобой Супер 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 Слабых Персонажей То лучше всего Делать тандем Это брать Супер Шрэдера И вместе С ним Брать Армагона В такой команде Вообще Никто Ничего не сделает Нашим ребятам Понимаешь Потому что У тех Во первых Инициатива Офигенная И бомбят Они просто люто Так что Никто ничего Сделать не сможет А когда ты берешь Одного Армагошу И вместе с ним Кучу малышей Как я тебе раньше Говорил да Всегда Оценивай риски Всегда Оценивай риски Даже просто Предположить Что А вдруг Не потянет Вот здесь Я был уверен Что он справится Ну видишь Чуйка меня здесь Подвела Ну ничего страшного Так ладно Берем с тобой Супер Шрэдера Возьмем сюда Майки Все равно Его отыгрывать надо И вместе С этой командой У меня пойдет Риск Вот сейчас Вот в этой команде Офигенный Ребята Риск Ты спроешь Почему Я тебе отвечу Майки Супер Шрэдер Да И Рафаэль Они за себя Постоят В любом случае Но что делать С малышами Которые вот тут У меня стоят Это именно Лапекс И кто там Вместе с Лапекс Ага Донателло Если сейчас Супер Шрэдер Лопухнется То будет беда Но как ты видишь Он не лопухнулся Даже если бы Рафаэль Не добил бы Леонардо Все равно Постепенно урон Его бы уничтожил То есть эти два Делал опять рекламу Ребят Опять забыл Так И Слушай Нет мне смысла Сейчас брать Откаты На самом-то деле Или есть Так Если я даже возьму Сплинтер Да-да-да-да Сплинтер мне здесь поможет Ему там добить надо было И он Это сделал На сто процентов Ну что Друзья мои Делаем такой Небольшой Перерывчик Ну для меня он Перерывчик Для вас Просто моргнуть Так Перейдем Нет Но тем не менее Лига мастеров Уже нас ждет А я пошел Куда В магазин В энергию И смотреть Рекламку Ну что Друзья мои Продолжаем Как ты видишь У меня 12 Откатиков И мы Двигаемся дальше Лига сегунов Точнее Лига мастеров Нас уже Поджидает Так Берем с собой Армагона Берем с собой Супершредера И вместе С этой командой У нас пойдут Раз Два Три Побежали То есть Эти ребята Вообще Ничем Как говорится Не жертвуют Абсолютно Ничем Ребята То есть Армагон Да И Супершредер Сделают всю Грязную работу Абсолютно всю Им даже тут Напрягаться Не придется То есть Они просто Постоят И посмотрят Как то так Ну Единственное Чем мы жертвуем Это конечно же По два отката Делать То есть Это для того Чтобы откатать Армагона И соответственно Супершредера Но Зато Мы с тобой Уже в Лиге Мастеров Единственное Что хотелось бы Попытаться Пробиться В Лиге Мастеров Две звезды В принципе Это реально Сделать Если нам Заюзать Например Еще 10 откатов То есть 10 откатов Плюс 10 Которые у нас есть Это 20 боев А 20 боев Точнее Это 20 откатов Будет А 20 откатов Это 10 боев То есть Получается Грубо говоря Ну да Так и получается Что мы с тобой Залетим В Лиге Мастеров Две звезды Но опять же Опять же повторю Друзья Сегодня вторник Вторник же Да Вроде вторник Нет смысла Так рвать Когти Если бы Была бы Пятница Тогда да Не спорю Во вторник Еще все поменяется Не один раз Еще Ячейки Грубо говоря Не забиты То есть люди Еще не забили Те места На которых Должны стоять Они еще В процессе Как сказать Продвижения То есть Вот как и я Да Меня сбросили Сегодня ты видел До Лиги Сегунов Одна звезда Соответственно Сегодня я добираюсь До Лиги Например Мастеров Две звезды То есть понимаешь Еще ячейки Сто процент Не заняты Они гуляют Плавают И вот когда ты уже Займешь свою нишу Где ты будешь падать Только лишь на один ранг То есть С Лиги Мастеров Две звезды До Лиги Мастеров Одна звезда То можно сказать Что ты занял Свою нишу И вот здесь Ты уже можешь Тратить и доллары И покупать откаты И тому подобное Все На данном этапе Именно во вторник Да и в среду тоже Этого делать не стоит Халявные откаты Да Можно тратить Потому что они халявные Ты получил их За просмотр рекламы Ничего от этого не потерял Как говорится Да Так что Не будем мы покупать Не будем сегодня Делать какой-то Офигенный рекорд Тем более все рекорды Которые мы могли Мы с тобой уже сделали Давным-давно Они уже в прошлом В прошлых сериях Если кому интересно Тот может зайти И посмотреть Там много чего интересного было И рекорды По бусту И самое максимальное Сколько можно пройти С понедельника То есть Какие занять места Что для этого понадобилось Вот Сегодня мы просто с тобой Потихоньку Не спеша Продвигаемся К нашей назначенной точке Лига мастеров Две звезды Причем 51 ранг У нас еще с тобой Три поединка В общей сложности Я думаю Что будет где-то Около того Если конечно Нам еще бы фартило Например давали бы нам Вот Как здесь 17-23 То вообще Цены бы не было Так Армагоша Плюс Супер шредер Ну и как ты понимаешь Бойцы Естественно бойцы Они тоже Не резиновые Они имеют способность Заканчиваться И Делать откаты На то Чтобы еще Бойцов Себе Откатить То это Ребят Ну вообще Полный минус Будет И по профиту Как говорится Да Потому что Идут затраты Не нужные Никому абсолютно Ну и как говорится Мы свое время Тоже будем тратить Зазря Грубо говоря Вот это вот Что происходит Я не могу понять Так Это нам сейчас Очень сильно повезло Что он все таки Нарвался на супер шредера Он же ведь мог Мне и Эйкл бомбануть Понимаешь К чему я Ну так вот Так что опять же Был рискованный момент Ну что Какая там Я думаю Тридцатая Да Будет позиция Тридцатая Окей Ну смотри Еще два поединка Если в сложности Брать по пятнарику По 15 ступенек За поединок То В топчик Можно выбиться Но это при учете Что мы с тобой Получаем 17-23 Я пока не вижу Таких кубков Вот один раз Вот Так Отлично Вот из этого Расчета алгоритма Мы должны с тобой Выбиться В принципе Давай проверим Мою теорию Может быть Может быть Не хватит Где-то буквально 2-3 ступеньки Это максимум Что я могу позволить Так что Давай смотреть Что у нас С тобой Из этого Получится Можно было бы Конечно Рискнуть И сыграть Одним Например С супершредером Да Сделать атаку И надеяться На то Что постепенный Урон Убьется Временем всех Не давая Возможности Кому-то там Сделать даже Атаку Но Это офигенный риск Очень офигенный Потому что Где вероятность Того Что он Именно всех Заразит Постепенным Уроном Смотри Смотри Что у нас Получается По-моему Мы идем С тобой В гуру Плюс 2 отката Тихо Тихо Давай Кому с тобой Вот 17-23 Ребята По-моему Есть Эшанс Прямо В лигу Мастеров Две звезды Сегодня Занырнуть Так что Давай Попробуем Так Супер Шредер И Армагон Идут к нам Так Донателло Крысиный Король И Например Вот так Сделаем Ну что Я делаю Ставку на то Что мы с тобой Попадем Все таки В лигу Мастеров Две звезды Супер Шредер Делает Суи Супер Удар Так Отлично И Армагош Естественно Добивает И Смотрим Итог Смотрим Итог Я думаю Что Ну 11 Ступенек Даже В самом Плохом Раскладе Мы должны С тобой Преодолеть Итак Да Друзья мои Мы Это сделали Сегодня Мы сделали С тобой Практически Ну Хотел сказать Уже Невероятное Нет У нас Были Получше Как говорится Моменты В этой игре Но Тем не менее Я считаю Что неплохо Сегодня Отыграли Прям Тютелька В тютельку И от Катики Все потратили И добились В принципе Неплохого Результата Лига мастеров Две звезды Единственное Что бы я хотел Подкорректировать Не 93 ранг Конечно Хотелось бы Полтишочек Чтобы ранг Был 50 Но Тут как говорится Выше головы Не прыгнуть Можно конечно Все потратить Как ты знаешь Все баксы Кстати Баксы Нам нужно С тобой потратить Знаешь куда Естественно Знаешь Мы идем С тобой В магазин В предметы Так Подожди Не то Мы идем С тобой В энергию И покупаем Вот что Да Да Именно Друзья Мои телепорты Нам нужны Практически Для всего Так У нас же еще Задания остались Ё-моё Я и забыл совсем Ну что Начнем Наверное С серии Испытаний Кстати Мы с тобой Практически Первый круг Прошли Ну А на втором Круге Как ты знаешь Мы практически Начинаем с тобой Проходить Сметение С другого измерения Но опять же Когда 50% Общего Общей суммы Вот этих вот Локаций Именно Со второго круга То есть Если возьмем Их 10 Да Если 5 Уже пройдено То тогда Мы с тобой Начинаем Проходить Целиком Полностью До этого Ну Я не вижу смысла Просто не вижу смысла Будем топтаться Там С ноги на ноги И Причем Время тратить Только зря Так Ну что Последняя волна У нас И здесь Давай так Сделаем Ракетами Так Понизили Атаку Этого Сразу Наверное Уберем С поля боя Отлично Так Теперь Наверное Все таки Уберем Бибобчика Так Он не хочет Падать Но он упадет Все равно Так Ага Упадет У него броня Ребят Настакалась Интересно А вот смотри У него постепенный урон Угу Почему-то он куда-то исчез Непонятно Куда у него делся постепенный урон Объясни мне Тех Понял На нем было Настакано Две брони Соответственно Одна броня Перекрыла Просто-напросто Постепенку Вот так это получается Ну Тем не менее Мы с тобой прошли Так Что у нас там еще Сыграть в боях Да В поединках И начнем Наверное искать Прокачиваем По-прежнему Нашего нейтрализатора Так Принять Так И в поединках Идем В список Ищем Нашего нейтрализатора Берем его навыки И смотрим Значит так Восемь комиксов Нам нужно с тобой найти Поехали Один есть Второй нашли Так Ну что Два комикса В копилку Поехали Вот здесь Наверное С тобой Попытаемся Три Пока Три Четыре Пять Шесть Слушай Неплохо Идем Семь Восемь Неплохо Обычно С комиксами Как-то у нас Сложновато Получается И Двенадцать Знаков Автомобильные номера Естественно Очень легко Ребята Выпадают Давай тогда Всю пиццу Дожмем Здесь Все равно У нас Серия Подходит К концу Так Автомобильный номер Сколько там нужно было Двенадцать Я уже сбился Со счету Сколько я насобирал Ну Приличное количество Если честно Так Все Всю пиццу Я спустил Так Нам не хватает Буквально Ребята Три Знака Три Вот этих номера Поднимем Сразу же Погоди Нет Хотел уровень Ему поднять Зачем нам Ему поднимать Когда у нас Есть Ребята Послабее Которые Тоже хотят Например Мутагенуид Вот Пятьдесят Шестой Оу Пятьдесят Восьмой Ну ничего себе Да Бывший Тимоти Конечно Стартанул Ну А мы с тобой Здесь Забираем Награды Как-то так И вроде бы Все Да По испытаниям У нас Что От этого Мы отказались Живи Долгий Играющий Слушай Пойдем Наверное Так А тут же Пицца Не нужна Нет Тут нужен Сыр Поехали Пройдем С тобой Живи Долгий Играющий Так Посмотрим Кого нам Ох Ребята Ну что Я тебе скажу Я тебе скажу Не то что Даже Авансом Я тебе скажу Со стопроцентной Уверенностью Что это Событие Будет пройдено От корочки До корочки Почему Потому что В нашей команде Самая топовая Имба Которая у меня Вообще есть Из наших Персонажей То есть Ты посмотри Соточка Соточка Причем Какие великолепные бойцы Это Леонардо Хилл Это Армагон Со своей массовой атакой Вместе с Супершреддером Плюс Усаги С бафом И дебафом И постепенным уроном Чего хочешь И Рафаэль И Рафаэль Естественно Супер Пупер Провокатор Которого Больше Лучше Нет в игре Вообще Шикарно Против Такой команды Ну Никто не устоит Поверь мне Никто Только лишь Супершреддер С Армагоном Если они начнут Лютовать И делать Супер Атаки Любого Порвут А тут еще И вспомогаловки Целая куча То есть Усаги Который может Бомбить Травить И все Подобное И плюс Леонардо Который хиляет Плюс Тоже у него Не забывая Массовая атака И Рафаэль Который Как каменная стена Никому не даст Пройти Или кого-то Обидеть Великолепно Ну С одной стороны Можно сказать Что это Команда Вообще Ничего не сделаешь Они любое Любое событие Вот если вот Этим составом Проходить Они любое событие Пройдут Абсолютно Которое им только не сунь Сколько бы там Волн не было бы Потому что Ну здесь есть все Мы можем конечно Вместо Рафаэля взять Микеланджело Дополнительный хил Плюс уклоняшка То это вообще Будет топик Понимаешь Ничего не сделает Никто Уклонение Плюс два хила Ух О такой команде Только мечтать можно Тем более Когда все прокачаны По соточке Тут уже говорить Ничего Единственный Говорю Недостаток Единственный Но он маленький Это то что Не все скиллы Прокачаны до Седьмой ступени Сам понимаешь Да Седьмая ступень Это наивысшая Соответственно Там Коэффициент Атаки От хила Бафа Дебафа Он усиливается Ну Всему свое Время И в любом В любом случае Мы когда Ни доберемся До этого Момента И будем Все уже Искать с тобой В свободном режиме Как говорится Не обременяя Себя ничем Ну а пока Просто проходим Шутя Вообще Шутя Никакого Напряга У нас нет Уровень у бойцов Сам понимаешь Маленький Так А вот И пошли Те самые бойцы Которые мне нужны Леонардо Ролевой И так далее Подобное Рафаэль И Кто у нас И Донателло Будет Ну и соответственно Микеланджело Хотя вроде бы Слушай У меня не один ролевик По моему Не прокачан Или по моему Майки Не помню точно Ну неважно В любом случае Нужно всех Их получить Плюс Ко всем прочему Мы их сможем Еще здесь Фармить Понимаешь То есть мы сейчас Пройдем Это все На три звездочки И на последнем событии Мы сможем Посмотреть Кого И сколько Ну обычно Там по два ДНК Дают за фарм Ну это не точно Так Ну что у нас здесь Появляется Кожеголовый Видите ли Он захотел Обокрасть Как обычно Сейф Скруджа Макдака Да Ну и мы почему-то Этот сейф Защищаем Окей В какой-то Из серии Черепашек Ниндз Я помню Что тоже Пришли В сокровищницу Типа в банк Но там был Бибоб И Рокслиди Они хотели Ограбить Федеральный запас Да И соответственно Черепашки Этого Не позволили А здесь С какого-то Вдруг Перепуга Кожеголовый Зачем ему Деньги Ума Пока не приложу Так Тихо Вообще Кожеголовый Он же Как у нас Получается Над ним Проводились Жестокие Эксперименты Почему он Такой Злой Он же Вообще Из другой В принципе Этой Галактики Да Он сбежал Оттуда И вот Он все Со своей Ячейкой Крэнга Бегал Все С этой Капсулой Все Ее охранял Ну Потом Все-таки Мы Каким-то Образом Черепашки С ним Подружились Ну Опять же Опять же Дружба Шла До такого Момента Пока он Не впадал В ярость Потому что Когда Он становился Яростным Он Уже Терял все Берега И не понимал Кто друг Кто враг То есть Он мог спокойно И пойти на Друзей Войной Да И там Короче Все Попадали В замес Так Ну что Здесь Все у нас Хорошо прошло И мы с тобой Получаем Очередное ДНК Не одно А две Что очень Меня радует По две ДНК Зарабатываем И плюс Еще на фарме Так Рафаэль Ролевой Так Дальше у нас Сидят Майки Потом Доня А У нас тут Еще и кожеголовый Оказывается Емко Макарек Ребят Кожеголовый Естественно Тоже мне нужен Довольно Крутой Перс Ну Сам понимаешь Да У него есть Массовая атака Когда он Ложится на пол И катится Это раз А во вторых У него есть Провокация Что немаловажно И если честно Я не помню Чтобы у нас был Провокатор Хоть один С массовой атакой Ты можешь мне сказать Такого Я что-то Не припомню Нет Друзья мои Есть Провокатор С массовой Атакой Это Железноголовый Да Он может Провоцировать Причем Провоцирует Когда он Замедляет Врага И у него Есть массовая Атака Так Давай подумаем Еще Кто у нас Есть У Рокзара Нету У Тимати Нету У Острозуба Нету Массовых Атака Я имею Ввиду В принципе Кто Крип У Крипа Тоже Нету У Рафаэля Тоже Нету Маза Да Получается У нас Всего Лишь Два Персонажа С массовыми Атаками Это Железноголовый Ну да Железноголовый И И все Что ли Получается Да Железноголовый И кожеголовый Все Вот они вдвоем Конечно Я могу Что-то Упустить Ну Вряд ли Ну что Друзья Мои Предпоследний Поединок Давай Быстренько С тобой Прошуршим Я опять же Повторяю Ребят Играем На автобой То есть Я ставлю Я не разбираюсь Я здесь Даже Не врубаюсь Даже Не влазю В этот Поединок Потому что Зачем Они шутят Здесь всех Разнесут Сами Понимаешь А я Просто смотрю Наблюдаю И вот Про себя Рассуждаю Так Что сегодня Хотим еще Сделать Наверное Будет у нас Ребята Еще Драконов Содняки Олуха Серия Морти Так Юрский Мир Будет Сегодня Серия Обязательно Друзья И Не знаю Наверное Что-то Поздненькое Но Скорее всего Это уже Для второго Канала Пойдет Возможно Армия Зомби Выйдет Серия Сегодня Не скажу На 100% Но Скорее всего Или же Мы что-то Начнем Новенькое Проходить Пока Еще Не определился Что Но Что-то Доната Скорее всего Еще Будет Тактические Монстры И Хотелось бы Сегодня Еще Две Игры Которые Вышли у нас На iOS Буквально Релиз Сегодняшний Один Один От Marvel История Вселенной И Второй Там у нас Забыл Как он Называется Короче Какой-то Там Какой-то Комикс Если Будет У меня Время Обязательно Снимем Так Ну что Как всегда Кожеголовый Явился Не запалился Давай его Бомбить Ну Тут Друзья Мы вообще На изи Разбирается Без Каких-либо Проблем Ну и Остается У нас С тобой Последний Поединок Где Мы с тобой Получим Естественно Самого Кожеголового Тоже Две ДНК По-моему Да Если не ошибаюсь Так Донатала Две ДНК Да Кожеголовый И кстати Смотри Смотри Какой Замечательный Здесь Фарм Друзья Мои Вообще Великолепный Единственное Кого здесь Не хватает Это Леонардо Ролевого Да Ну Если Предпочит Ух ты Здесь Три ДНК Можно На Кожеголового Достать Блин Это шикарно Конечно Это шикарно Друзья Поэтому Наверное Будем с тобой Все таки Последний Вот этот Вот Поединок Фармить Я надеюсь Ребята Меня не подведут И пройдут На три Звездочки Не надо Здесь Впрягаться За них Так Отлично И Хотелось бы Конечно Еще Поиграть В силу Порталов Пройти Этого Злобного Как его там Величать Тигриного Когтя Я именно На нем Ребят Остановился В прошлой Серии И пройти Его Не смог Хотя Попытки Были Там Пять Или шесть Попыток И все Безрезультатно Может Может быть Многое Зависит От Подбора Костюма Может быть То есть Я беру Такие Костюмчики Где Есть Массовые Атаки Потому что Врагов Всегда Много И желательно Их Бомбить Всех Сразу Естественно Костюм Гитариста Который Нам дает Шанс Второй Попытки Так скажем Да Погибают Наши червашки Нам Гитарист Дает Второй Шанс Драться Рисануться И подраться Но там Очень мало ХП В общем Посмотрим Планов Как говорится Целая куча А вот Попробую Их Реализовать Ну что Четвертая Волна Это предпоследняя Пока идем Все нормально Ровно Никаких Ребят Претензий Нету Рафаэль Сразу Сделал Ребята Месть Удивительно Так Усаги Решил Сделать Баф Так Аперкот Делает Рафаэль Широтер Добивает Ох Не поздоровится Сейчас Ребятам Ну они Выстрелили Восемьдесят пятый Уровень Выдерживает Удар Так Этот хил Тебе Не понадобится Леонардо Берет Провокацию Да Что такое Ты Подожди А с какого Перепуга Они вдруг По два раза То ходят Интересно Донателло До этого Сделал Да Хил Потом Еще и Провокацию Сделал Так Ну что Опять же Опять же У нас Кожеголовый Здесь Выпрыгивает Довольно Ну я думаю Что здесь Мы с ним Быстренько Разберемся Леонардо Делает Спервертушку Да Тратится За попытку То есть Получается Две попытки Поехали Ай-яй-яй-яй-яй Ну что ж ты Да господи Ну Ну ребят Ну Кто ж знал Выпал Вот Ерунда нам Ладно Нечего серчать Всякое Оно бывает Как говорится Да Ну В принципе На сегодня Я думаю Достаточно Так У нас Мутагена Нету Да Прокачать Мы естественно Никого Собо не можем Да Не хватает Поэтому Наверное Будем закругляться Так что Всем удачи И до новых Скорых видосиков Мутанты Ниндзя Юные таланты Чувак Поприветствуем Юных зеленых ребят Поначал спасают Всех Сами почти не спят Очень крутые Их дом далеко Под землей Не унывая Поедают Пиццу горой Ничто не остановит Этих чуваков Ведь уровень Мастерства Довольно неплох Они скрывались В тени Но время сделать Ход Героям лавры Злодеев Расход Леонардо Лидер В синемон Его кредо По жизни Ниндзя закон Донателло Обожает изучать машины С Рафаилем Никогда не будет Грустной мины Микеланджело Просто неповторим На любой вечеринке Он номер один Мастер сплинтер Конечно научит Всему эту безбашенную Черепашу команду Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Юные таланты Черепашки Черепашки Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok